МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Объекты с массовым знаходженем людей под особливым контролем супрацовники МНС проверяют пожарную безпеку у хандлевых центрах и интернатах. Знята на телефон. Самые цикавые ролики, які на протягу тыдня з'являлися у интернет-просторы. Дайсти до кожного предприемства и донести до кожного специалиста задачи на будущий год. Такое задание старшиня Витебского облаканкам Миколай Шарснёв да у керовникам районов. На суместном посаджении президиума Витебского областного совета депутатов и Аблвакан Кама подвяли выники социально-экономичного развития Придзвинского края у 2018-м. З якими выниками працы Витебшина сустракает Новый год? У материале Артура Смолякова. У 2018-м Витебская область выконала 5-6 ключовых показчиков по эффективности працы. За 10 месяцев воловый региональный продукт повеличился омально 4,5% до взрывню минулого года. Наметилась положительная динамика практически во всех отраслях экономики. Темп прироста индекса физического объема по выпуску промышленной продукции 11% по сельскохозяйственной – 1,2%. По торговле по розничному творобороту 8,8%. По транспортной деятельности – 5,6%. Поэтому следует отметить, что в принципе в текущем году область выполнила поставленные ей задачи по развитию региона. У той же час на летошний узровень по индексе промысловой вытворчасти не вышли 11 районов с 19-ти. Знизилась аудельная вага объема вытворчасти продукции в алоутворальных регионах. Сурьезными застаются проблемы у живелого доулей, нестабильно працуя будовничий комплекс. При этом у большинстве районов наводняма планов, якие допомогли б забезпечить экономичный рост у ближайшей агады. Мы в состоянии справиться в 10 этих районах, навести порядок, кардинально изменить ситуацию. Нужны решения не те, которые с года в год мы просматриваем, мы принимаем, а эффект тот же повторяется. Объективные причины, они есть, но резервы гораздо больше. В каждом районе резервы просто не мерыны, для того, чтобы сегодня нормально организовать работу. Старшиня Витебска был выконками упълненый, каб организовать працу на належном узроу, не треба працаваць системна. Сёння со стратами, год заканчивая кожная другая организация городоцкага района, кожная третья Брасловскага и Расонскага. Объемы вытворчасти изнизила кожная четвертая промысловая организация областного центра. Старшиня был выконками упълнены формировать бюджет города сёння павинны яго предприемствы, але большасть працуя стратна. Прыгэтым колькасть социальных объекта, у якія город павинен увести у строй, у 2019-м павялічывается. За гэтага узрастая нагрузка на областный бюджет. На саблевым контролю керауника в области и Аршанский район. 2018-й по пакашчаках тут провалили. На 2019-й вяликие надеи. Прырост валового регионального продукту у Арши павинен быть значным, каба життя вить планы неабходно дайсти до кожного прадприемства и донести задачи до кожного специалиста. Дойти, разобраться, показать. Вот ваша резерву, вот ваш рабочий план, вот вы должны сделать пошагово. Это, 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 это. В результате вы получите вот это. Вот иначе сейчас нельзя работать. Только так. Ну, вы эту работу делаете. Вот вы эту работу делаете? Нет. Вы работаете по старинке. Собрали совещание, тезисы комсомольские, бросили в зал. Все, на этом все закончилось. К сожалению, это не работа. Каждое предприятие должно быть ответственным, рассмотреть, керовать, руководить. Николай Шарснеу отзначил, сегодня в области створаются усе умовы для забеспечения устойливого социально-экономичного развития. Первая черговая задача выконать усе показчики 2018 года. Резервы для этого есть, хоть и часу застается мало. Артур Смоляков, Леонид Табола, Новины, Витебск. Выдатки бюджету Витебской области в 2018-м годе склали 1,6 миллиарда рублёв. Амаль 90% сродков было накеровано на реализацию Держпраграм. Об этом поведоми у начальника Лоуна Финансового управления Витебского облаконкама Енать Гребнев на суместном посаджении Президуума Витебского областного совета депутатов и областного выканавчего комитета. Удельники нарады так само разгледили проект регионального бюджета на 2019 год. Выдатки на социальную и культурную сферы плануются повеличить на 10% при агульном росте расходов на 5,7%. У Галине жилёво-коммунальной господарки выдатки узрастут на 4,5%. Выдатки на подтримку объекта у доброго парадкования складут 51 миллион рублёв. У мясовых бюджетах так само продугледжены сродки на утримание спортивных объектов. При этом старшиня Витебского облаконкама подкреслил, что подобные установы повинны сами зараблять финансы и приносить гроши у бюджет региону. Вырешить проблему может повеличение загруженности объектов и выбор рационального режима працы. Сегодня загруженность подобных установ по области складаю в середнем каля 60%. Какой-то механизм должен быть продуктивный, чтобы люди старались заработать деньги, чтобы он понимал, что да, зарплату у меня на 15 или 20% урежут, но если я завтра приведу детей или с России группа какая-то приехала и занимается и так далее, техрассонов или где-то, то у меня сразу зарплата возрастет на 40%. Да, бюджет связал на 20%, но я сам себе заработаю и увеличу на 40%. Те объекты, на которых можно зарабатывать деньги, они должны быть действительно под жесточайшим контролем. Реклама, режимы работы, максимальная загрузка, тогда может прийти и окупаемость более 50%, может и более 80% по некоторым из них. Эти объекты имеют абсолютно нерациональный режим работы для зарабатывания денег. Эти объекты должны работать с 6 утра и до поздней ночи, для того, чтобы там занималось взрослое население, которое это будет делать за деньги. В региональном бюджете на 2019 год предукледжены и сроки на развитие малых населенных пунктов. На расходы по подрыхтовце и проведение областного фестиваля у працовников вёски Дажинки в Браслове плануют вылучить 13,5 млн рублёв. Будут снакерованные сроки и на доброе упорядкование посёлков, Уязяры, Чабягомль и Багушевск. По комплексной программе развития Аршанского района на ближайшую пятигодку з республиканского бюджету накеруют амаль 44 млн. Проекты социально-экономичного развития региону и бюджету в ближайший час будут разгляджены на сессии Витебского областного совета депутатов. Селетний год малой родимы проходить под знаком развития и доброго упорядкования малых городов. У Витебской области знаковыми, на яких будут равняться инши городки и посёлки, стали Копысь и Балбасово. Дякуючу, вазики, рауника державы и работе мясцовых улад гэтэй населенные пункты отрымали новая обличча. Наши корреспонденты отправилися у Балбасово капдаведацца, як за год змянився посёлок и об чым марать яго же хары. Отказы в наступном сюжете. Светлана Яугеневна у своим поважаным узрості не так давно стала займаться на тренажорах, які установили у двары. Навад на дворье не перешкода для спортивных заняткав. Лёс жанчыны непарывно звязаны с городским посёлком Балбасово. Бачила и его розквит и заняпад. Зараз кажа, пасля вялікой работы падобру у парадкава не Балбасова и его же хары отрымали життёвый тонус. Заменился, конечно, нас этого не было, ни дорожек не было, ничего. Захалустье было, одним словом. Клуб у нас хороший, магазины есть. Приведзенный у парадок жильёвый фонд за асфальтованные дороги и тротуары з'явилися в велодорожки. Не забылся и про дитячую пляцовку, об якій марало не одно покоління батьков. Тепер питання, де бавича з малыми, не повстое. Ну, а так как у меня двое дітей, то, конечно, площадки – это просто писк, наверное, всего этого нашего сезона, потому что детям было совершенно негде гулять. Мы выходили на улицу, походили всё Балбасово, не знали, куда присесть, куда подойти. Теперь дети бегут на улицу с удовольствием. Мне нравится лазить в трубах, кататься на горках, на каруселях. До доброго привыкаешь худко, кажуть у один голос вместе, че про то, яким было Балбасово, еще год тому, тут навод и говорить не принято. Зараз головное захавать и зробить с прагажейшим тое, что зроблено для комфортного житца. Многое для нас сделали, но остальное или еще часть работ придется сделать и самим жильцам, и нам вместе с ними. В принципе, я думаю, что Балбасово окажет все содействия и школу привлечем подрастающее покорение с целью облагоражения, озеленения. А жил и наполнился наведвальниками после капитального ремонта и местного дома культуры. Зараз тут працуют 14 гуртков и секций от хореографичных до спортивных. Дзеверы тут не зачиняются до самой ночи. С наступного года чекают еще больше наведвальников и уже працуют над планом работы. У нас увеличатся эти кружки изобразительного и хореографического, потому что идет спрос хороший. Количество мероприятий, я думаю, увеличится, потому что будут различные конкурсы. Здесь уже есть такие предложения вести, конкурс рисунка на асфальте, потому что у нас замечательная площадь стала с этого года. Может быть, конкурс поющих дворов в честь года Малой Родины. Мы будем увеличивать количество таких мероприятий. Ну, я думаю, в дальнейшем будем сотрудничать тесно с нашими жителями и спрашивать, делать опрос, что конкретно им более интересно и работать с ними очень тесно. Зараз у Балбасовским Доме культуры перед новогодней репетиции. Маленькие артисты рыхтуются дать великий колядный концерт у одновленной зале. Чекают аншлахы о життяулене детячих мар, а вот у дорослых она, сдается, сбылась. И зараз от их инициативы залежить, яким яны покинуть Балбасова своим детям. Виктор Пралич, Александр Петровецкий, новины Балбасова. А мечтым головная для Балбасова предприемства авиарамонтный завод набирая бизнес-вышеню. Проект дальнейшего перспективного развития и модернизации затвердили в Минску. У планах будовнества нового слясарно-механичного цеха, что поширить махчымасти завода, а так само открытие новых горизонтов. Краин, які готовы супрацовничать зайчинными авиарамонтниками. А кроме того, были промысловы гиганты, складая великие надеи, и на новый мультимодальный промыслово-логистичный центр у Балбасове, першую чаргу, якого сдадуть до конца года. Виктор Пралич протягне. Это нам позволит расширить номенклатуру изготавливаемых деталей, так сказать, импортозамещение взамен российским. Планируем мы там новый гальванический цех, который будет на порядок лучше того, что у нас есть, позволит нам покрывать детали больших габаритов, больших размеров и, естественно, с лучшим качеством. Открытие цеха – это еще два десятки новых працонных мест, а между тем на авиарамонтном сегодня працует свыше 600 человек, больше из них местече. Кировничество ценит свои кадры, а тому готово подтримать и в жильевом питании. У Балбасове уже заканчивают реконструкцию интерната для молодых специалистов. При, будем так говорить, росте тех подписываемых контрактов, наращивание численности, оно просто необходимо. Ну, мы сейчас в состоянии выпустить 24 вертолета в год, но желательно, конечно, и больше. То есть, есть перспективы роста, есть востребованности, ну, естественно, молодых специалистов. Сегодня завод обслуговывая авиамашины из Латинской Америки, Африки, Азии и Европы. Дазволить поширить географию и ремонт взлетно-пасадочной полосы. Я наш будзе примать самолеты мультимодального промыслово-логистичного центра. Его площа свыше 10 тысяч квадратных метров. Функционовать он почне у студене 2019 года. На сегодняшний день готовность строительства объекта на 90%. Выполнен каркас склада с заполнением. Выполнены необходимые общестроительные работы и спецработы по зданию АБК. В здании склада АБК ведутся отделочные работы на завершающей стадии. Средняя численность на объекте порядка 300 человек. Работы ведутся продленным режимом работы, потому что сроки сжаты и необходимо успеть до конца года завершить весь комплекс строительно-монтажных работ. Мультимодальный промыслово-логистичный центр готовы будет принимать чугуночный автомобильный и поветранный транспорт. Зараз идёт прокладка дороги, которая связана с трассой международного значения М1. Для поселка Балбасово новое прационное место и новое дороги, грунтовный подмурок для выполненного развития. Виктор Пралич, Александр Петровецкий, Новины, Аршанский район. Национальный статистический комитет Беларуси разместил информацию об уровне инфляции в ноябре. Цены по сравнению с октябрем выросли на 0,6%. При этом по сравнению с декабрем прошлого года рост цен составил менее 5%. Более подробно об уровне цен, инфляционных ожиданиях населения и о других финансовых новостях расскажет региональный менеджер Белинвестбанка Сергей Гундерак. Действительно, фактически уровень инфляции менее 5% не может не радовать. И что важно, по прогнозам Национального банка, по итогам года ее уровень не превысит 5,5%. В 2019 году рост цен, как прогнозируется, замедлится и не превысит 5% за год. Беларусы все активнее используют безналичные платежи в расчетах. Безбумажный оборот превысил 40%. Достичь такого показателя регулятор планировал только к 2020 году. Доля безналичных расчетов с использованием карт достигла 85% по количеству операций. По сумме более половины платежей также совершены безналичным способом. Это очень хорошие показатели, однако и расти есть куда. Для этого нужно стремиться, чтобы как можно больше услуг были доступны онлайн. на этой неделе в Минске состоялся премиальный форум Виза 2018. В форуме приняли участие практически все белорусские банки. А по количеству наград в этом году Белинвестбанк вошел в число лучших. Одна из самых приятных наград победа в номинации спецпроект года. Она была вручена за социальный проект «Помоги случиться чуду». Совместно с компанией Виза Белинвестбанк запустил первую в стране благотворительную программу. Теперь сделать добро просто. Вы можете приобрести благотворительную карту всего за полтора рубля и помочь случиться чуду. Ведь половина стоимости карты сразу будет перечислена детям из детского дома. А сейчас о курсах валют. По итогам уходящей недели белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но уступил немного российскому рублю. Если сравнивать с началом декабря, то все иностранные к выходным курс американского доллара составляет 2 рубля 12 копеек. Курс евро снизился до 2 рублей 40 копеек. Это минимальное значение европейской валюты за последние три недели. Российский рубль по итогам пятничных торгов потерял одну копейку и к выходным его курс составил 3 рубля 19 копеек за 100 российских рублей. С вами был Сергей Гундерак и финансовые новости от Белинвестбанка. До новых встреч! Спасибо, Сергей! Это итоговая информационная программа «Семь дней». И мы продолжаем. Областный этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» «Прымая Витебск». Это республиканский молодзевый проект громадского объединения БРСМ. На выставе презентации, якая разгорнулась у стенах медицинского университета, выники своей працы представляют аутеры со шматликих кутков Придвинского краю. От школьников до молодых навуковцев. Экспертный совет оценит 34 инновационные проекты, якие могут знайсти применение у промысловости, сельскох господарца, медицине, информационно-коммуникационной сферы. проект, в принципе, где творчество может возвернуться, потому что любой изобретатель это, прежде всего, творческий человек. И эти инновации, которые они предлагают, они в различных сферах нашей жизнедеятельности. То есть энергетика, социальная сфера, и медицина, где-то доработаны, улучшены и приняты нашим местноисполнительной властью рассмотрению для того, чтобы их реализовать. Были разработаны наши мотивационные стенды, чтобы как-то пропагандировать защиту энергосбережения и заботу о лесных и водных ресурсах уже сегодня, чтобы решать это. И в будущем нам не пришлось переезжать на Марс, как это обещает нам Илон Маск и многие другие. У людей разработана сенсорная память. Они могут проверить, поиграть в это, и уже проходя мимо они могут вспомнить. Мы хотим их распространить во многих местах. И когда они проходят мимо, они могут вспомнить, что нужно экономить электроэнергию, так как они это видели и попробовали сами, так сказать, прикоснулись к энергосбережению. З усих проектов экспертный совет оберет 15 самых перспективных распроцовок, які примут судел в финале республиканского конкурсу. И он пройдет в Минску в лютем будущего года. Витебску примет своих пациентов в Соковику. Будовники завершают монтажно-працовчие работы, а с конца снежня почнут завозить и устанавливать медицинское обсталявание. Ход будовниче-монтажных работ и готовность объекта оценил старшиня Витебского Гарвыка Анкама Виктор Николайкин. Подробностей у нашего корреспондента Инны Кириенковой. Уси будовниче-монтажные работы выполнены на 90%. Угэтым змог упыльниться мэр города Виктор Николайкин. Разом с подрядчиками он пройшовся по усіх сямі поверхах объекта, заглянул по кое с паметкой «Принята». У целым ходом работ и их якостю застался задоволеный. Пригэтым даў будовникам ясше 11 дзен на полное завершение монтажно-працовчих работ и ликвидацию усіх недохопаў. С 22-го начинается поставка оборудовання. Все, что не оплачено тендера и тому подобное, проплаты, поставки, но в течение января месяца вы должны полностью получить все оборудование и его установить. Усё медицинское обсталявание будя установлено на другім поверси. Тут ясше ваусю кипить работа. Удовникам треба як след подрихтовать кабинеты, да их приёмки потребовань не самые жорсткие. Упыльнены справятся. Як и у целым по объекте, уклались в вызначенные термины. До 300 человек працевали что день, утымлику по выходных. Зараз сколькость работников скоротилась от до 160. Нам пришлось организовать своеобразное ускорение процесса, для чего было смонтировано на объекте вместо двух кранов. Мы поставили три башенных крана и одновременно вели работу по трём захваткам. Соответственно, для основного момента мы вырвали самое главное здание, вывели как можно быстрее и уже к зиме, в течение пяти месяцев приступили к отделочным работам, запустили отопление. Объект уникальный, а кроме поликлиники тут разместится педиатричное отделение, жаночая консультация, стоматология и отделение функциональной диагностики, оснащенное по опошним слове техники. Пройти якостное медицинское обследование сможет кожный жадающий. Оборудование современное, можно сказать, даже уникальное для поликлинического стационарный томограф из Японии, стационарный мамограф, здесь стационарное УЗИ аппарат, здесь будет стоять рентген-кабинет, необходимое оборудование около девяти стационарных постов по стоматологии, три по хирургии стоматологической. В течение января мы договорились, что все оборудование должно быть поставлено в поликлинику. В течение февраля осуществляется его установка и получение всех необходимых разрешений. Новый поликлиничный комплекс может принимать до полторы тысячи человек за измену. Это позволит разгрузить две поликлиники в городе на Московском проспекте и на улице Горкага. Пелные зручности отрымают жахары микрорайонов Белева и Паудзень. Якосная медицинская диагностика и лечения у кроковой доступности. Тому открытие поликлиники станет самым жаданным подарункам для усих жахаров города. Инна Кириенкова, Александр Представка, Новины, Витебск. Медицинское обслуговывание удосконавливают и в регионах. Новополоцк отрымал новый ангиографичный комплекс. Эта новина была огучена подчас воязной коллегии Головного управления Аховы Здоровья Витебского Аблваканкама, якая пройшла в Полоцку. Удельники коллегии обмерковали организацию и якость медицинской допомоги в регионах, работу межрайонных центров Полоцка и Новополоцка в системе Аховы Здоровья и программу демографичной безпеки. Головные урочи двух городов зарабили справоздачу об ситуации, якая на сегодняшний день склалася у Ахове Здоровья Полоцкого района. Окреслили проблемные пытания, якие отыщатся обновления медобсталявания и финансования. Благодаря врачам общей практики, которые приходят не только в село, но и в город, до узко специализированных и высокоспециализированных видов медицинской помощи должна быть доступна. И вот здесь, я сейчас повторюсь, достаточно широкая сеть сельского здравоохранения и очень высокотехнологичный центр коллективного пользования, который находится и в Полоцке, и рядом, что находится в Новополоцке. В городе Новополоцке сегодня прибыл уже ангиографический комплекс и практически вот все эти территории в радиусе 90 минут доступности люди уже могут быть оказана помощь и развиться инфаркт миокарта, инсульт, человек может сохранить конечность, если будет своевременно оказана помощь с помощью высокотехнологичного оборудования. Неоглядяши на то, и что в районах сформированная отповедная материально-техничная база, модернизованные больницы, захованные ФАПы и урочебные амбулатории, медицинскую допомогу необходимо удосконаливать, подкреслили специалисты. Проверки объекта с массовым находжением людей зараз проходят по всей краине. В Витебску супрацовники МНС проинспектовали интернаты и гандлевые центры. Ротовники проверили, как тут выконывают правила пожарной безопасности, провели инструктаж с жахарами и супрацовниками. Это уже полторный мониторинг, якие порушения выявили подчас проверок, ведая Артур Смоляков. Звонку интернат жрета Кострышницкого района Витебска выглядая довольно оптимистично. У самим будинку настрой меняется. Капитального ремонту тут просить кожная стена. Проверка ротовников начинается с вахты. Что рабить с вогнетушителем, мясцовые супрацовники ведают. Загачиться интерната, запылнивая, что и с ЖХРами супротпожарные инструктажи проводятся регулярно. Только вынику это не приносить. У жилых помешканьях шмат порушений. Люди корыстаются электрочайниками, а пральные машины установлены в покоях. Во-первых, нельзя, чтобы в комнате находиться. Во-вторых, вы через удлинитель включаете. В-третьих, у вас никакого заземления нет. В-четвертых, посмотрите, она стоит просто на полу. И в-пятых, и самое главное, у вас рядышком ребенок. Вы понимаете, насколько это опасно, как вы подвергаете опасности своей жизни? Поза жилыми покоями ситуация лепш. С вогнетушителями парадок хламу у колидорах няма, а лезусим без порушений не обыходится. А малюсе розетки у интернате потребуют ремонту. Большость балкону у аварийном стане есть проблемы и с системой автоматичной пожарной сигнализации. Здесь нету настоящего сигнала. То есть вахтер, если, допустим, ночью он приснет и не услышит легкое попикивание сигнализации, то где-то может возникнуть серьезный пожар с серьезными последствиями. И вахтер об этом уже услышит и увидит слишком поздно. К сожалению, на сегодняшний день самая печальная ситуация это у нас в общежитии, которые принадлежат жрету города Витебска. Что же касается ведомственных общежитий, то ситуация с пожарной безопасностью там находится на высоком уровне. То есть особых нарушений там не выявляется. За пошние два тыдни с проверкой пожарной безопасности ротовники объехали все витебские интернаты. В городе их коля сотни. Будинок на проспекте генерала Людникова гостей из МНС принимает регулярно. В интернатах коммунальников подчас кожного мониторинга выявляют по 5-6 порушений режимного характера. Дробные ликвидуют худка, с теми, которые потребуют финансовых укладания, ситуация складанная. Загачиться интерната запылниваем. После проверки сурьезно возьмется за справу. Я планирую обойти каждую комнату по поводу подключения стиральных машин. Выявить, где у кого в комнате стоит машина, проинструктировать, рассказать, чтобы они перенесли все машины, подключили, во-первых, их правильно с заземлением, чтобы они их вынесли в блок. Затем обязательно проверю розетки, подключение, всю электрику в комнате. Все это, конечно, я систематизирую, перепишу. По поводу сигнализации мы подали заявку в ЖРЭД города Витебска о том, чтобы устранили неполадки. В зоне проверки ротовников зараз не только интернаты, а и гандлевые центры. Увага до кожной дроби. Зим, проверяют працу система повящения и пожаротушения, оглядают эвакуацийные выходы. В управление МНС регулярно поступают звонки от горожан со скаргами на зачиненные дверы в гандлевых комплексах. Наши покупатели всегда могут выйти из торгово-делового центра Беларусь при желании, потому что они на барашек закрываются и открываются. Если дверь закрыта, возможно, кто рядом из арендаторов торгует, они могут закрыть. Но опять же, как только мы это узнаем, служба охраны, администрация, мы всегда открываем эти двери. Выходы были все открыты. Кроме того, мы сегодня обратили внимание на потолочную систему, в каком она находится состоянии. Везде на торговых объектах были проведены комиссионные проверки подвесных потолков. Это было связано с тем, что в Минске произошло обрушение потолка, были пострадавшие. Визуально каких-либо нарушений или признаков, которые могут привести к их обрушению, мы не выявили. По словах супрацовников МНС, у Галине пожарной безопасности городским интернатам и гандлевым центрам нужно сделать еще шмат. И работа в этом направлении не испыняется. Головная капкожная докладно ведет, что делать при сгорании, а загады ротовников выполняются максимально короткие термины. Артур Смоляков, Александр Петровецкий, Новины Витебск. И сегодня гость нашей студии, начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Николаевич Милешкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Николаевич, вот мы с вами только что посмотрели сюжет. Каковы ваши впечатления от увиденного? Знаете, это, наверное, моя работа выявлять такие мероприятия путем своих работников и реагировать, понуждая субъекты хозяйствования, наших граждан, менять свое мировоззрение к своей личной безопасности. Ведь сегодня даже за этот год на территории республики произошло 24 пожара в таких учреждениях, где погибло 4 человек взрослых и 2 детей. к сожалению, и их не вернуть. Поэтому сегодня мы и существует наша служба для того, чтобы воздействовать и исключать такие факты. Поэтому данная работа она продолжается, будет продолжена и на следующей неделе мы планируем 18 числа провести коллегию с приглашением всех субъектов хозяйствования, у которых имеются такие учреждения, с рассмотрением этой проблематики, чтобы исключить, исключить, чтобы в Витебской области пожаров таких зданий и не было. Ну вот в данном конкретном случае ответ на вопрос кто виноват очевиден, это владелец общежития. Есть ли у вас ответ на вопрос что в этом случае делать, то есть как помочь навести порядок, как обеспечить безопасность людей? Знаете, здесь ответ очень простой, вы в принципе и сказали, это ответственность каждого должностного лица и каждого технического работника на этих предприятиях за тот кусок работы, за который они получают зарплату. Ну и конечно наших граждан нельзя забывать, что если предприятие, субъект хозяйствования устанавливает пожарную автоматику в здании, то соответственно и отношение бережное должно быть со стороны граждан, которые у них проживают и ответственность. То есть нарушил, будь любезен отвечать. Сергей Николаевич, вы в новой должности чуть больше месяца, безусловно, уже успели познакомиться с личным составом и оценить состояние дел по обеспечению безопасности людей в Витебской области. Что увидели, что уловили свежим взглядом? Действительно многое сделано до моего назначения, предыдущим руководителям. Эта работа будет продолжена. Ну и в целом как бы я вижу необходимость решения гибели людей от внешних причин, то есть снижения данного показателя. Здесь работать надо совместно со всеми заинтересованными, со всеми субъектами профилактики правонарушения. Ну и конечно же основной показатель не только снижения гибели взрослых, но и исключения гибели детей от внешних причин на территории Витебской области. Накануне новогодних праздников вопросы безопасности становятся еще более актуальными. Петарды, фейерверки, бенгальские огни. Кстати, мы записали опрос жителей Витебска, которые рассказывают как правильно выбирать пиротехнику. Давайте вместе посмотрим. Давайте. Прежде всего подходить с точки зрения пожарной безопасности техники обращать внимание на производителя, общаться с продавцом. Я вообще их не выбираю, я их боюсь, это муж делает. Но используйте? Используем и покупаем только у проверенных продавцов. В первую очередь, наверное, на производителя стоит обращать внимание. А вы сами пользуетесь пиротехническими отделями? Нет, к сожалению, или к лучшему. Ну, чтобы было побольше и покрасивее. Ну, салют был больше и красивее. Ой, вы знаете, я уже давно их не покупал. Даже не знаю, на что внимание обращаюсь. Уже вышел с этого возраста с пиротехнического. Ну, я думаю, надо обращаться к специалистам к ларифицированным. Например, в магазины специальные. Ну, и слушать их советы я как бы, ну, редко использую. Думаю, так. По лицензии покупать. Понятия не имею, потому что не сталкивался. Практического опыта тоже нету. А вы как считаете? Тоже не знаю. Ну, это может быть специалистов пожарных спросим. Они вообще против? Против пиротехнической техники. Не, ну, так уж совсем нельзя. Надо что-то создавать какое-то. Чем больше сама петарда, тем больше с ней происходит происшествие. Ну, и плюс придача производителей. Вы будете какие-то пиротехнические сезон использовать? Уже один раз пострадал. А как, расскажите? Упало и прилетело мне прямо в груз. Я вообще не пользуюсь пиротехническими никакими ни петардами, ничем. Не покупал никогда ни фейерверки, ничего. И не планируете? И не планирую. Никогда не выбирали они в курсе. И не будете? Планировали. Ну, только если бенкальские огни. Сергей Николаевич, ну вот и по итогам этого опроса, как вы оцениваете знания витеблян и какой совет вы, как главный спасатель области, можете дать всем телезрителям, чтобы праздник не омрачился происшествиями, а принес только радость? Ну, я поддерживаю тех витеблян, которые выразили мнение, что не надо применять пиротехнические изделия. Но если все-таки кто-то хочет, ему не терпится применить, то он должен для себя знать несколько моментов. в первую очередь он должен покупать в специализированном магазине, в котором, например, любое пиротехническое изделие есть инструкция, сертификат на русском, белорусском языках о применении, применять в соответствии с этой инструкцией, ну и смотреть срок годности. Если срок годности истек, то, соответственно, от этого пиротехнического изделия необходимо отказаться. Спасибо. Я напомню, сегодня гостем программы «Семь дней» стал начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Николаевич Мелешкин. Спасибо. Спасибо. Великим концертом с уделом знакомитых выпускников отзначил свой 100-годовый юбилей в Витебске державный музычный колледж Мясо Ляртинского. На урочистости собрались выкладчики и ветераны установы, аматоры классичной музыки. За отметной датой коллектив колледжа повеншавал керауник в области Миколай Шарснёв. Текст веншавального листа зачитал старшиня Витебского областного Совета депутатов Уладзимир Цяренців и уручив гоноровые грамоты заслуженным педагогам. А так само ключ от концертного рояля долгочаканный подарунок отримала до своего юбилею старейшая навычальная музычная установа краины. В 1918 году Витебске была открыта одной из первых в стране народная консерватория, сыгравшая огромную роль в развитии музыкальной культуры и образования. Её первым директором был известный музыкант, композитор, пианист и дирижёр Николай Мальков. В то время он возглавлял и Витебский государственный симфонический оркестр. В разные периоды в учебном заведении преподавали талантливые педагоги, которые составляют славу в художественной музыкальной школе. Я горжусь тем, что я принадлежу числу выпускников и могу продолжать замечательную традицию этого выдающегося учебного заведения. Хочу сказать большое спасибо моим учителям Ирине Геннадьевне Грецкой и всем, кто учил меня здесь, потому что вот эти годы учёбы в колледже это, конечно, наверное, самое такое трепетное время. Право первым сыграть на новом музычном инструменте отримал выпускник колледжа, лаурат международных конкурсов Андрей Манулик. Знакамитый пианист выканау два фортепианные творы Чайковского и Шопена. Парадовали своими выступлениями габаист Сергей Тумаркин и первая домра России Катярына Мачалова и инши вядомые музыканты, именами яких гонарыцца славутый коллектив Витебского державного музычного колледжа имя Ивана Ивановича Соляртинского. И еще один вековый юбилей. Сто годов с дня заснования отзначила гимназия номер два Витебска пероемница старейшей городской школы номер 9, якая вядя свой летопис с 1918 года. По некоторых звездках тут давал уроки малявания знакомитый Мастак Юдель Пен, наставник Марка Шагала. И зараз у гимназии выкладают талиновитые и неординарные наставники, дякуючи яким выпускники отрымливают якосные веды и за упэлненностью глядять в будущую. Павеншавала коллектив гимназии и подтекавилася, что у планах на наступной астагодде и наш корреспондент Наталья Байнарович. Ну, из школьных лет очень хорошо запомнилось, когда я пришел в школу, у нас была только старая часть здания, то есть не было еще пристройки. И вот, наверное, наш класс, мы уже были, наверное, в старшем звене, мы принимали участие в строительстве, помогали рабочим, тягали кирпичи, ну, скажем так, активно участвовали в постройке современной школы нашей. Сергей Кривенко скончил школу в 1993-м, а празд пять год, вернулся сюда молодым наставникам и уже в маль 20 год выкладая географию. Пятеро его вучню стали переможцами международных олимпиад по географии. А еще Сергей Миколаевич – головный эрудит гимназии. Знатоки клуба, яким он керует, переможны демонструют светы далеко за межами краины. Выдатник адукации Беларуси, человек года Витебщины, владельник высоких державных узнагарод, каже, что за этот час гимназия стала другим домом, куды он привел и своих дачок. Здесь учатся мои две дочки, и если все будет хорошо, моя младшая тоже покажет соответствующую подготовку, в следующем году, наверное, уже будут три дочки учиться здесь. За 100-годовую историю навучения установа выховала больше за 8 тысяч выпускников, які зарабили поспеховую карьеру в разных профессиях. Сирот вучню школы вядомые вученые, врачи, спортсмены, дипломаты. Имя генерится гимназия, яный приклад для сучасных вучни вы заужды с радостью вспоминают свое школьное юнацтво. Як былый министр замешанных справ Беларуси, выпускник 1971 года Сергей Мартынов. Вот эта дверь, последний класс, в котором я учился, в котором я заканчивал школу. Поэтому особенно приятно стоять возле него. Во-вторых, в школе, конечно, хотелось сказать большое спасибо за ту базу, которую они дали мне персонально и всем тем, с кем я учился тогда. Могу сказать, что в нашем классе вот за эту дверь учившемся было, если не ошибаюсь, шесть медалистов в одном классе и из 36 учеников 32 поступили в высшее учебное заведение. Это говорит окончить подготовку. Сегодня другая гимназия Республиканская инновационная аддукационная плясовка. Тут выкладаются восемь замежных мол. Такая мультикультурность у подобных установок немая аналога в Беларуси. Многие выпускники, лаураты специального фонда президента по патрымце талиновитых дятей и молоди. Навучальную установу урозные годы заносили на городскую, областную, республиканскую дожки гонору. Это одно из ведущих учебных заведений, которым сегодня городится Витебская область. Моя сын, выпускник этой гимназии, благодаря гимназии пошел в профессию, он тоже в педагогическом университете, на филологическом факультете, и это только благодаря действительно этому учебному заведению и его педагогам. Час потребует новых подыходов до навучания. Гимназия не боится пирамид и смело изменила стратегию развития. От лингвистичной накераванности перешла до шмат профильности, что открыло еще больше махчимостей для гимназистов. Тут начали рахтовать экономистов, историков, филологов, программистов с досконалым ведением замежных мол. Планы на следующее столетие простые. Учить детей делать это качественно, профессионально, с энтузиазмом, ярко и быть лучшими в Республике Беларусь, а также в ее окрестностях. Сто-гадовый юбилей – это история некольких поколений. Ветераны педагогичной працы, наставники, выпускники, гимназисты. На день народжения гимназии пришли у всех, кто любит свою альмаматор, шаную коллектив и его сдобытки. Целый век застался у минулым. Напереде новое, с новыми планами и досягненными. Наталья Байнарович, Александр Прыставка, Леонид Табола, Новины, Витебск. У Беларуси завершился пресс-тур российских журналистов. 14-й год за пару в нашу краину приезжают телерепортеры, блогеры, представники друкованных СМИ с десятков регионов России. У гэты раз знайомство с Беларуссю для их почалося с Пулаччины, где народжалася беларуская державность. Журналисты побывали в Полоцку и Новополоцку. Своими уражениями от первого дня великого подорожья они поделились с нашими корреспондентами. Александр Иванчиков имкнется захавать самые колоритные кадры. Делегэтага, главный редактор телеканала АТБ переодолил долгий шлях. У першую чергу журналисты сбора ци кавиць культура и традиции нашей краины. Люди любят смотреть на другие страны, люди любят получать впечатления какие-то новые. Я хочу, по крайней мере, показать именно то, как здесь принимают, что здесь можно посмотреть. У вас очень богатая история. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник тесно супрацовничает с музейщиками из Великого Новгорода. Есть суместные проекты из Псковской в область. До речи, неводный фестиваль органной музыки, який проходит у Софийским соборы, не обыходится без гостей из России. Уникальную акустику Полоцкой Софии оценили и удельники пресс-тура. Яны наведали так само Полоцкий державный университет, стены якого заховывают богатую историю. Тут учатся студенты, магистранты и аспиранты больше, чем с 20 краин света, тем лику России. Самые популярные специальности связаны с трубопроводным транспортом, а так само технологии перепроцовки нафты и газа. Из этой поездки, из этого пресс-тура мы хотим сделать спецреб. Постараемся рассказать, чем сегодня живет Беларусь, какие новшества здесь есть, что делается для людей в первую очередь. Удельники пресс-тура знайомились с вытворчностью Полоцкого молочного комбината. Зимой тут за сутки перепроцовываются больше за 230 тонн сыровины, летом до 400. Продукцию экспортуют у 14 краин света. Недавно освоили рынок Узбекистана, Азербайджана, Египта и Китая. Специально для российских журналистов на предприемстве организовали дегустацию продукции. Беларусь это символ качества, в частности сельскохозяйственная продукция. Беларусские ярмарки люди знают, что можно прийти и купить действительно качественный товар. То есть и экономика, и взаимоотношения с Беларусью нас, конечно, очень интересуют. После старожитного Полоцка у дельники Торы накировались у нового Полоцка, якому селлют исполнилось 60 годов и история, якого почалась с будовництва нафтоперепроцовчего завода. Про минулая нафта на перспективы его развития рассказал директор предприемства подчас пресс-конференции. Своими ураженнями от первого дня пресс-тура журналисты обовязково поделятся у своих телерепортажах, на татках, а так само интернет-блогах. Соберу отдельные какие-то самые яркие свои впечатления и напишу об этом, дабы связь между нашими народами русским и белорусским креплой дальше. Смоляне с нетерпением ждут эти статьи и с удовольствием их читают. После Витебской в области российские журналисты накировались в Минский регион. У программе наведывание буйных предприемств а так само Центра экологичного туризма в Станькове. Инна Кириенкова, Марина Романовская, Михаил Христофоров, Новины, Полоцк, Новополоцк. По коль российские коллеги знайомились с нашей краиной, журналисты телерадиокомпании Витебск пильно сочили за опошними новинами, які обмярковывали жихары у интернет-просторы. Наша традиционная рубрика снята на телефон. Подрыхтовал Виктор Пралич. Увесь тыдень мы с замиранием сердца сочили и хвалевалися заголовный новогодний атрибут у Полоцку городскую елку. Гороча обмярковывали интернет-карыстальники и процедуру фрабования городжа будучи хоккейной коробки. А виды про недобро суседские относины Малпу и Нутры нам дослали с Витебского зоопарка. Не сошлися характером у Витебским зоопарку трапив на виды конфликт яванских макак и Нутры. А пошни были подселяны до Малпу на зиму и спочатку не было и намеку на сварки кажуть у Звярынцы. Зараз тут задумалися про пошук новых апартаментов для Нутры. А тем часом мини-суботник зладили супрацовники зеленгаса. У интернете з'явились фотосдымки с ироничным надписом «У нас зимой не только траву косять». Коли сдавалось б час убирать снег, яны фарбують огороджу. А вот не подфарбовать, не подлапить. Не удалось и городскую елку в Полоцку и ей пришлось увогули убрать городжан я набудзе у одним з микрорайону райцентра. Правда, для гэтага ей пришлось подкаратить. Як высветлилося, пригажуння тримала калецтвы при транспартованні. Але святу быть уже напереды не усталявали на площади новую. Мяркуючи по коментариях у интернеті другая версия пришлася до спадобы местечам. Мы так само радуемся разом с палачанами, что пытання вырешилася становча. А коли у вас з'явятся цікавые виды эти фото, досылайте на нашу электронную скрыню инфо собака vtv.by Посмяемся и поспочуваем разом. Беларусы у Китае. Витебская команда узорного ансамбля спортивного бального танца фест представила Беларусь на чемпионате света по латиноамериканским фармейшн. Что это такое и как выступили наши у Поднебесной в материале Юлии Устиновой. Молодые яркие прыгожые безузорных ансамбля спортивного бального танца фест уже 30 годин не обыходится ни водно концерт у Витебску. За яскравыми выступлениями долгие годины тренировок, які не только загортовывают физично, а и выховывают характер. Танцоры феста досягают поспеху и в хореографии и в учебе. У нас мышцы, у нас спина, то есть мы сами посебы, мы спортсмены. Наталья Борисовна передает нам уверенность в себе на самом деле и это классно. Мы стали одной большой семьей, все друг друга поддерживаем и это реальная семья, то есть это больше, чем коллектив. Танцы помогают тебе держать себя в форме, помогают, чтобы у тебя была красивая осанка, ну и прежде всего, то есть если ты умеешь танцевать, бальные танцы, тебе не нужно бояться подойти, пригласить какую-то девушку танцевать с ней. Солисты поспехово выступают в розных турнирах, а селита поспробовали свои силы в новом формате «Формэйшн». Рыхламенты, критерии судейства выступлений у команд значно одрозниваются от турниров индивидуальных пар. Весной собрали свою команду с восьми пар и уже поспели выйти у пау-финал чемпионату Европы, а днями вернулись с чемпионату света у Китая. Это большая, наверное, ответственность, потому что на самом деле знаменитая наша страна, мы представители своей страны. Это очень, для нас, в первую очередь, это очень важно. Нам не так было важно, скорее всего, место, хотя, ну, занимать места это тоже приятно, чем просто уверенность в своем танце, уверенность в том, что мы достойно представим нашу страну. Витебская команда «Формэйшн» одина у Беларуси, но со светным форумом за перемогу взмагалися 15 коллективов с России, Германии, Польши, Монголии, Венгрии, Аустры и Китая. Фест выступил достойно литерально тысячных баллов, не хапила для выхода у пауфинал. При этом отрымалася обысти венгерскую и польскую команду, яким заступали на континентальных споборництвах. Мне главное, чтобы они умели преодолевать препятствия, чтобы они не боялись ничего. Взял цель, иди к цели. Как бы тебе было трудно или легко, хотелось, не хотелось, ты должен это сделать, если ты для себя это решил. Не бойся, что рядом есть сильные учительные, у него. Наша команда самая молодая удельница чемпионата. Есть потенциал и жадание удосконаливать мастерство. А значит, Витебский фест еще поспорачается за чемпионство. Юлия Устинова, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. Лепших бойцов правооховных органов в области собрал у Витебска открытый особо-командный чемпионат организационной структуры БФСТ Динамо по рукопашным боям. Спортсмены разыграли шесть комплектов у Знагород. Моцнейшая вошла в сборную, которая представит наш регион на республиканских споборництвах силовых структур. За поединками, у которых было достатково нокаутов и нокдаунов, сочила и наша здымочная группа. В Витебском гарнизоне навыкам самообороны супрацовников надают самую пильную увагу. А тому керевники силовых ведомств устворяют все необходимые умовы для занятков подначальных одиноборствами. В середнем турнире выступали восемь команд. Организаторы отмывались от формата проведения споборництва у стенка на стенку, а зрабили их особого командными. Это надавало поединкам додатковую интригу, подагравало градус боротьбы и, что самое важное, дозволяло наибольшь подрактованным спортсменам проявить себя. Этот чемпионат завершает спортакиаду спортивного братства 2018 и непосредственно подведет уже итоги территориальных управлений. Скажем, сегодня будут разыграны фишечки, которые растают все на свои места. Загартованный боец кандидату мастера спорта по ких боксингу Алексей Чуклай амаль без хвалявания чака у своего выхода на рынок. И он выступал за команду ротовников, якая не практикуя рукопашный бой. И тем не менее команда Министерства по надзвышальных ситуациях завсёду выходить в тройку фаворитов. На ковер люди выходят без погон, без званий, без чинов. Выходит просто спортмен-соперник. И любому спортмен-сопернику оказывается достойное уважение, но бой сопоказывает. Еще один фаворит гэдэкс-паборництва у команды управления внутренних справ Аблова Конкама. Ей лидер, мастер спорта по рукопашным бои Юрый Смаргун поделился с нами секретами, кто мая перевагу над соперниками и октрабы рахтоваться к обнарованным супростоять оппонентам. В основном выиграют тут борцы. Борцы, потому что проходы в ноги и за это просто больше дают баллов. Вот. Где вот если попадаешь с рук, с ног, это один-два балла, а если уже с хорошим броском провел, это уже четыре балла. У выгнику бескомпромиссной боротьбы, где соперники проводили видовищные удары и китки, проливали крылью и отрымливали синяки, нечеканно для усих перемогу завоевала команда сил спецопераций 103-й мобильной бригады. Серебряные медали на рахунку дружины департамента Аховы, а третьими финишевали простовники команды УУЗ Аблова Конкама. А вот по выниках спартакиады спортивное братерство, якая ладится на протягу года, первое место заняли ратауники. Департамент Аховы другие, а милиционеры замкнули прозовую тройку. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. А зараз от одиноборства с их нокаутами и нокдаунами переключим увагу на хульнявые виды спорта. Мой коллега Сергей Мисурагин с нетерпением чакая моменту поделиться анонсом спортивных подей наступных 7 дней. На этом тыдне львиную долю республиканских турниров преми Минск. Але и представники региону не застанутся без спортивного видовища. Хакей, баскетбол, гандбол, теннис, плавание, шортрек. Болельщики могут выбирать спорт на любой густ. Пачну с хакейного розыгрышу. У яго команды уклюши за пасля тыдневые паузы, выкликанные гульнями национальной сборной. Уча цверд 20-го снежня новополоцкий химик на выезде с гуляя с пинскими ястрабами, яких на верхних ротках турнирной таблицы обошел аршанский локомотив. То, что это закономерный поспех аршанцы смогут доказать в суботу 22-го снежня. Их так само чекает выездный поединок с ястрабами. У этот день хокейный клуб Витебск нанесе визит у Брест. На передни Медведя обыграли одного из лидеров под группы БМ и Гилеу и теперь будут имкнуться развить свой поспех. Тым шасом баскетбольный клуб Рубон в рамках чемпионата Беларуси на домашней арене помирается силами со столичной командой «Цмоки Минска Резерв». В первом крузе подопешные Руслана Байдакова проиграли оппоненту и теперь поспробуют взять реванш. Ажаноч ганбольный клуб Витебчанка на этом тыдне чекает выезд у Брест. Наши землячки проведут поединок с мясцовым Берестем на Кубок Беларуси. Теперь до споборництва и аки на наступном тыдне пройдут у Минску. 16-го снежня у столицы будет ладиться першинство Республики Беларусь по теннисе. На пираты дни у Витебску прошли областные споборництва где теннисисты вызначили масснейших игроков трех взрослых группах. А у алторок 18-го снежня тут же стартуя першинство краины по плаванне «Веселый Дельфин». По аналогии с теннисом на пираты дни плавцы провели областный этап гэтых стартов. По выниках турниру специалисты сформировали сборную с 12 спортсменов, які будут оборонять гонор Витебшины на республиканской арене. А на проконце тыдня Минск премия ще два турниры. Тут стартуют гульни на Кубок Республики Беларусь по водным полу. Аналогичный старт проведут и шорт-трекисты. У гэты ж термена в Могилеве будет ладиться першинство краины по настольным теннисе. А у Витебску Волоты, нехай их ламурные, заусёда у трэнде. У Полоцким районі ладзіліся жениховы-агледіны. На этна вечарыну у агрогородок Гараны з'ехаліся лепші женихі з усяго района. Выпробывання їх чакалі неапростые. Самая яркая танцы на лауце. Таму памошнікі конкурсанты узяли сабровы сватов. Пражартовны, але неапросты. Выбар о наступном сюжете. Першы хлопец на сялем. Про кожного зіхта кажуть уродным посёлку. Але титул самага заздростнага жениха района трэба заслужить. Зачем тебе звання самого завидного жениха? Невешты нету. Доказать, што самы лучші женихи толька в кушыках. На некалькі дзён яны забыліся про учёбу і працу. Усі сілы отдадзіны падрэктовцы до конкурсу. Сваімі рукамі зрабіць подарунок неавісті, прыдумаць візітууку і сабраць каманду Мары. Випробовання ўшмат, але у кожного удзільніка ёць надзійная підтримка сватов і сябраў. На правах лучшого дружкі нашого жениха по совмістительству родной дяді. Канешно ж, взял на сябя всю організацію. Приготовили определённую культурну програму, щоб покоріць невесту. Пісні, танцы, верши і секрет перамоги не ведаў ніхто. Уход і шоў нават эпатаж. Кто твой іміджмейкер? Я не знаю, що це. Кто твой образ создавал? Мама, друга, тёцю Алёна. Подбирали всё подстіли, щоб ярко було. Собрать мясорубку заплющенными вачима, забить цвіки у колоду на худкость, утримать воду у вёдрах під час гімнастичних практикованняў. Уміння для жениха може і не вельми корыстны, але для настрою тое, що треба. Пожалуй, все конкурсы сложны, потому що конкуренція – це хорошее. Готовы ко всему? Да. Те, що невеста пожелаєш, все исполним. Саме складанне випробування станцеваць на лауце і при гэтым не упасти. Справіліся не усе. Навод у самага заздроснага жениха района пазбегнуць падіння не отрымалася. Але силу духу гэта не зламала. По выніках усіх конкурсоў перамогу журы отдалі конкурсанту звёздкі «Богатырская». Волотыха і гламурная за усёды у трэнде. Емоції класні. Не кожен день більше выігрываєш конкурси якісь. Год назад ми делали «Смотри на невесту». Сегодня було більш действенно, більш енергетики. Всё-таки мужська сила – це щось. Вечарына скончилася танцовальным майстер-класам і селфі на память. Напереді аща шмат долгих зімовых вечаров, а значыць женихов і невест чакає шмат народных забаў. Артур Смоляков, Ольга Масловська і Михаїл Христофоров. Новіны. Полоцкі район. Гэто була вынікова інформаційная праграма «Семдзён». Сустроімся просты дзінь на телеканалі «Витебск». Усяго добрага. Субтитрувальниця Оля Шор Оля Шор